МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Соответственно, будут выполнены подходы к пешеходному переходу, установлены знаки. Если будет нужно, мы установим искусственные дорожные неройности. Администрация вновь выехала на встречу с жителями. Площадка, которая собрала огромное количество наших потенциальных профессиональных специалистов, в будущем, конечно же, тех, которые выберут свою профессию. В Люберцах провели первый региональный карьерный форум «Твой старт». С 1 января 2023 года введен институт единого налогового счета. И на сегодняшний день под задолженностью понимается понятие отрицательного сальто ЕНЭЛС. Почему стоит поторопиться с уплатой налогов тем, кто еще не заплатил, расскажем в выпуске. Турнир проходит по круговой системе. С декабря по февраль. Началась зимняя серия игр за первенство городского округа Люберцы по мини-футболу. А теперь обо всем подробнее. Прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. С какими вопросами в этот раз обратились жители, расскажем в сюжете. На встрече наибольшее количество обращений поступало к жилищно-коммунальному комплексу. Один из них касается улицы Южной. Там производят реконструкцию и перенос контейнерной площадки. Установили семь мусорных баков, но не поставили ограждения. А рядом с новыми контейнерами находится детская площадка. Контейнерная площадка должна быть ограничена зелеными насаждениями, какой-то там стеной, я не знаю, развернута, торцом должна стоять. Это все выходит прямо вот на зону отдыха. У нас будет повторный осмотр, будут приглашены жители, инициативная группа. Я оставила свой контактный телефон, и мы будем смотреть, что будет решаться. Также важные вопросы заданы и службе содержания автомобильных дорог. Светлана проживает на улице Солнечной. Посетила встречу по вопросу установки знаков пешеходного перехода и нанесению зебры. Нам нужен пешеходный переход, потому что напротив дома стоят магазины. Там и продукты питания, и цветы, и ветеринарная клиника, и строительный магазин, который очень актуален сейчас. И там нет пешеходного перехода, приходится перебегать дорогу, машины не останавливаются. Поток плотный, приходится стоять и ждать, пока появится вдруг такая возможность. Мы проводили выездную комиссию рабочей группы по безопасности дорожного движения. Совместно с представителями ГИБДД принято положительное решение, что пешеходному переходу будет. Соответственно, будут выполнены подходы к пешеходному переходу, установлены знаки. Если будет нужно, мы установим искусственные дорожные неровности. Все обращения жителей приняты в работу. Информацию о следующих встречах можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях администрации городского округа. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Жители жилого комплекса «Кореневский форт» борются с парковкой большегрузов во дворах и превращением деревни Матяково в промышленную зону. Какие еще вопросы беспокоят жителей, узнали мои коллеги. Сегодня жители жилого комплекса «Кореневский форт» собрались, чтобы решить волнующие их проблемы. На встречу пригласили представители Министерства экологии и природопользования Московской области, администрации округа и управляющей компанией «Наш дом» филиала Люберецкой теплосети. У нас за последние годы, вот то, что за моей спиной сейчас вы видите, расстраивается промзона. Промзона представляет собой, туда свозится мусор, производится утилизирование бытового строительного мусора, сжигание отходов, сжигание проводов. Здесь проходит дорога, на которой мы стоим, все люди здесь идут к остановке. И вот в любое время, как мы идем, здесь заезжают фуры, большегрузы, достаточно большие. Вот, они проезжают вот в ту сторону. С этой проблемой жители борются с начала года. Подъездная дорога к жилому комплексу «Кореневский форт» узкая. И когда у въезда на территорию промзоны скапливаются грузовые машины, движение парализуется. Они вот тут встают, вот вы видите, да, тут небольшой прогал. Разгонных площадок нет, дорог нет, они не приспособлены. Здесь встает фура, и мы здесь заблокированы, получаемся. Проблему возьмет на контроль ГИБДД. Госавтоинспекции предстоит решить вопрос и со стихийной парковкой большегрузов в жилой зоне. Сейчас машин мало, но в вечернее время, по словам жителей, их в разы больше. Соседство с промзоной тоже доставляет хлопоты. На обращение жителей в Минэкологии отреагировали оперативно. Регулярно выезжаем на данную территорию, проводим замеры воздуха с привлечением лаборатории МАЭМ. Сегодня вот одно из таких мероприятий на данный момент превышения не выявлено. Также в предыдущие выезды были выявлены организации, которые не стоят на учете, как объект негативного воздействия. Соответственно, были приняты меры, выданы предостережения. Продолжат работу и с организациями, которые занимаются утилизацией отходов. Нарушения будут пресечены. Министерство экологии совместно с администрацией городского округа Люберца проведет ряд ночных рейдов по выявлению участков, где проводится сжигание каких-то отходов. С сотрудниками полиции эту тему тоже мы проговорили. Сделаем на ней акцент. По просьбе жителей МОЗ «Облэкомониторинг» в ближайшее время рассмотрит вопрос установки дополнительного датчика мониторинга атмосферного воздуха рядом с промзоной Матякова. Всего в округе установлено 15 таких датчиков. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Депутат Государственной Думы Роман Терюшков провел личный прием граждан. Встреча прошла в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». С какими вопросами жители округа обратились к парламентарию, расскажем в сюжете. Житель улицы Кирова Владимир Сазонтьев обеспокоен плохим качеством содержания дворовых территорий и использованием парковочных мест у дома номер 63. Автомобилем перекрывают проезд во дворе и не дают возможности выехать из гаража. «Будет какое-то решение, положительное или отрицательное по этому вопросу? Для чего я это...» «По какому? С парковкой?» «Да, с парковкой». Вопрос будет решаться совместно с ГИБДД и управляющей компанией. Житель Люберец Андрей Курганов просит залить ледовую площадку между домами номер 8 и 10 по Октябрьскому проспекту, а также дать возможность играть дворовым командам в хоккей на катке в Наташинском парке. Ещё один житель Люберец Сергей Саяпин попросил оснастить спортзал медицинского колледжа современным оборудованием и спортивным инвентарём. «Безусловно, к депутату обращаются, наверное, тогда, когда не смогли добиться решения своих вопросов у управляющих компаний, у органов власти. Ну, такие случаи, конечно, не так часто происходят, но они есть. И, конечно, здесь жители приходят к депутатам, будь то это муниципальный депутат, депутат Московской областной думы или Государственной думы, как последние надежды. И наша задача обязательно помочь каждому, кто приходит в приёмную партию «Дин Россия». Все обращения Роман Тюрешков взял под личный контроль. Многие вопросы решили на месте. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Телеканал, ЛРТ. В конце ноября социальные сети облетело видео с наездом на пешехода в городском округе Люберцы. Водитель грузовой «Газели», сдавая назад для разворота, сбил и переехал 78-летнего мужчину. С тяжёлым переломом и множественными ушибами его оперативно доставили в Люберецкую областную больницу. Продолжение истории у Луизы и Диазарян. Ещё. Молодцы. Стопами поработайте. Вверх-вниз. 78-летнему Владимиру Свечникову предстоит заново учиться ходить. Врачи травматологического отделения фактически собрали ему ногу. Через четыре прокола в переломанную кость голени установили специальную титановую конструкцию. Малоинвазивная операция прошла успешно. Чувствительность, конечно, есть. И в этой, и в этой. Тяжесть чувствуется. Её очень тяжело сгибать, потому что здесь металл. И врачи молодцы. Вот сижу я сейчас который раз. Наверное, раз, два, третий раз. Сижу. Прооперировать мужчину сразу после ДТП не удалось из-за обострения хронических заболеваний. На стабилизацию состояния пациента врачам понадобилось 10 дней. Теперь, когда всё самое сложное позади, можно строить оптимистичные прогнозы. Надеюсь, что в ближайшие дни пациента мы сможем заблагополучно выписать на амбулаторное лечение по месту жительства. К слову, водитель грузового авто, по чьей вине Владимир Борисович оказался на больничной койке, даже не поинтересовался состоянием его здоровья. Но, несмотря на всё произошедшее, мужчина на него зла не держит. Ну ладно, это уже прошло, прошло, что это было. Луиза Игия Зарян, телеканал ЛРТ. В этом году исполняется 10 лет премии «Наши Подмосковья». Сейчас она называется «Мы рядом». Но, несмотря на смену названия, принцип её вручения остаётся неизменным. Она вручается за добрые дела. О лауреатах премии прошлых лет – наш репортаж. Об этих людях и их делах стало широко известно ровно 10 лет назад. Именно тогда, в 2013 году, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв учредил премию поощрения граждан, которые проявили неравнодушие и активную жизненную позицию, совершили героические и мужественные поступки, бескорыстно пришли на помощь людям, а также преодолели трудные жизненные ситуации, внесли вклад в развитие Московской области. «Признание и премия важна, но гораздо важнее то, что каждый следующий год большее количество добрых людей будут заниматься проектами. Я считаю, что ваш пример, ваше личное участие, ваше отношение к жизни является самым ценным. И мы точно обещаем, я точно обещаю, что такие инициативы мы будем поддерживать». В первый же год городской округ Люберцы представил на соискание премии 76 проектов. На следующий их было уже 494, через год – 1339. А в 2016-м было рекордное число проектов за всю историю премии – 2946. Рекордным стало и количество победителей в Люберцах – 116 человек. «Воспитание подростков, подготовка их к армии, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Это ребятки из подшколы, это ребятки по тем или иным причинам, оставшиеся без попечения родителей. Это дело всей моей жизни. Я всегда старалась помочь ребятам. И когда это вылилось, уже оформилось какой-то проект, я решила, почему бы и нет. То есть я считаю, что проект достоин того, чтобы получить премию губернатора». В 2017-м году в условиях соискания премии «Наша Подмосковья» произошел ряд изменений. К примеру, каждый участник может представить только один проект. В обязательном порядке в течение двух месяцев презентовать его. «После Дня Победы уже дошито еще шесть рядов. То есть к следующему году наше знамя будет продолжать увеличиваться. Люди продолжают приносить своих бойцов и регистрироваться». Нововведения коснулись и главной награды. Победители выбирали не только решением жюри, но и на сайте – народным голосованием. Таким образом, обладателем специального приза в самой объемной категории сообщества, когда в проекте задействовано от 100 человек, стало Томилинское знамя Победы. «Спасибо вам каждому, потому что в этом знамя частичка каждой Томилинской семье». В 2018-м году люберцы стали вторыми по числу поданных заявок. Из 1888 проектов лауреатами премии «Наша Подмосковья» стали 55 люберецких инициатив. Авторы проекта – общественные деятели, волонтеры, активные жители, писатели и учителя. «Мы сняли ряд роликов социально значимых, которые помогают привлечь внимание общественности. Проект «Безопасное будущее», который мы разработали вместе с студентами «РГУТИС». И вся суть заключается в том, чтобы привлечь как можно больше молодежи к тому, что безопасное будущее касается каждого из нас». В 2020-м премия губернатора «Наша Подмосковья» получила новое имя «Мы рядом». В 2021-м церемония награждения прошла в необычном формате. Такие условия продиктовали антиковидные реалии. Главная сцена находилась в Москве. С нее шла прямая трансляция на 51 округ Подмосковья. По количеству наград люберцы стали первыми. Из 500 лауреатов со всего Подмосковья победителями стали 60 люберецких проектов. Там участие в конкурсах приняли 1244 проекта. Люберцы! В прошлом году акцент в присуждении премии был сделан на поощрение инициатив, направленных на поддержку специальной военной операции. Укрепление территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации. Из 120 областных победителей 9 наград завоевали люберчане. Один из них – Виктор Исаев с проектом «Кто, если не мы». Вручали мне эту премию в прошлый год, когда еще я был действующим добровольцем. Хотелось бы, конечно, чтобы таких премий было побольше. Потому что все деньги прошлые, что у меня, что у моих товарищей, которым мы вручили, они, конечно, все ушли тут же на фронт. Были закуплены необходимые снаряжения. За время существования премии в городском округе Люберцы было подано 14 466 проектов. Из них 464 стали победителями. В этом году пройдет вручение 11-й премии «Мы рядом». И мы снова ждем новых проектов люберчан, новых добрых дел и, конечно же, новых побед. Луиза и Геазарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В рамках Всероссийского патриотического проекта партии «Единая Россия» открыта еще одна парта героя. На этот раз партии присвоено имя дважды героя Советского Союза Павла Кутахова. На торжественной церемонии в гимназии номер 41 работала наша съемочная группа. Торжественный выназнамени под гимн России. Сегодня это в честь героя Великой Отечественной войны, заслуженного военного летчика СССР, главного маршала авиации, дважды героя Советского Союза Павла Кутахова. Это образец для подражания. И то, что теперь будет парта, где каждый школьник сможет познакомиться с Павлом Степановичем, увидеть краткую информацию, может быть, заинтересоваться, пойти глубже. Это очень приятно. Не случайно, что парта Павла Кутахова установлена в этой гимназии. Именно он был инициатором строительства средней образовательной школы номер 41 рядом с расположением гарнизона. А в день открытия парты выпала честь первой присесть за нее ученицы 10 класса Анфисе Дудиной. Очень большая честь для меня первой сесть за парту в честь такого великого человека. И я очень рада, что выбрали именно меня. Я горжусь этим и горжусь собой, что я достигла определенных вершин, чтобы представить нашу школу на таком мероприятии. Парта «Герой» – это ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю Отечества. Его фотографии, биографии героическим путем. Всего в городском округе Люберца открыто 15 таких парт. Люберецкие призывники отправились на срочную службу в армии. На территории военкомата состоялись торжественные проводы. Напутственные слова новобранцам прозвучали от родителей, руководства городского округа, военного комиссариата, а также священнослужителей. Наша съемочная группа тоже присутствовала там. Уже через несколько часов эти юноши впервые наденут военную форму, чтобы попробовать себя в настоящем мужском деле – несении службы в вооруженных силах Российской Федерации. Так-то боевой, хороший настрой. В принципе, все хорошо. Пришел сам. Все нормально. Мне дальнейшую жизнь надо строить, учиться идти дальше. А прежде чем идти учиться, мне нужно пройти этот этап жизни. Волнение. А так, в принципе, все хорошо. По традиции, перед отправкой на распределительный пункт молодые люди услышали пожелания и напутственные слова. Кроме родственников и друзей, ребят провожали во взрослую жизнь почетные гости. Через год вы уже вернетесь настоящими защитниками. Защитниками не только нашей Родины, но и защитники своих семей, дочерей и жен. Я вам пожелаю пройти этот путь беспрепятственно, а даже если будут преграды, вы их преодолеете. И чтобы вы знали, люберцы вами гордятся. Ребята, все будет хорошо. Мир вам. Я хочу вам посоветовать прилежно осваивать ту специальность, на которую вы будете назначены. От имени ветеранской организации области военной ветеранской организации города Люберц я желаю вам хорошо закончить службу и вернуться целыми и невредимыми домой. Настоятель Преображенского храма поселка Красково Илья Семенов совершил молитву и окропил будущих солдат святой водой. После чего вручил каждому из них икону Георгия Победоносца. Затем под звуки прощания славянки люберецкие новобранцы направились к поджидавшему их автобусу. Убывает 37 человек в части сухопутных войск, военно-космических сил, сил электронной борьбы. В соответствии с военно-учетными специальностями приобретенными здесь в нашей школе ДСАФ ребята убывают в качестве водителей. Особая гордость. Пять человек убывает в президентский полк непосредственно здесь в Москве будет. Олицетворят город Люберц, так сказать. Новобранцы будут проходить срочную службу на территории Западного военного округа, преимущественно в Московской области и ближайших к ней регионах. Ровно через год эти юноши вернутся домой уже в новом статусе настоящего мужчины и защитника Отечества. Луиза и Гязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 12 декабря в России отметили День Конституции. Всенародное голосование за принятие основного закона страны состоялось 30 лет назад. В городском округе Люберцы в честь юбилейной даты прошли тематические мероприятия. Об одном из них расскажут мои коллеги. Сегодня в гимназии номер 16 урок общества знания проходит в необычном формате. В гостях у флагманской школы глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Повод для встречи особенный. Основному закону российского государства исполнилось 30 лет. Я поздравляю всех с такой круглой датой, с этим праздником. Конституция – это главный документ страны, в котором прописаны все нормы, правила, законы, по которым живет наше общество, развивается наша страна. И, конечно же, вы, как молодые граждане, должны знать об этом, должны чтить, уважать законы. Для 10 воспитанников гимназии этот день Конституции стал особенным. Из рук главы Люберец они получили свои первые паспорта. Официально стать гражданином страны в такой день – почетно вдвойне. Паспорт – это официальный документ, который я должен беречь, и он удостоверяет мою личность. Я стал уже полноценным гражданином и обязан соблюдать все законы и знать все свои обязанности. А какие у гражданина Российской Федерации права и обязанности школьники подробно рассмотрели на уроке. Также учащиеся восьмых классов подготовили короткие доклады об истории Конституции, начиная с 1918 года. Свои знания воспитанники флагманской школы закрепили на групповых занятиях. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел первый региональный карьерный форум «Твой старт». Он собрал на одной площадке старшеклассников, студентов, представителей высших учебных заведений, а также работодателей. Участников мероприятия ждали панельные дискуссии, презентации и консультации экспертов по вопросам открытия и развития бизнеса. Тему продолжит Луиза и Геазарян. Большой зал Дворца спорта «Триумф» на время превратился в своеобразную биржу труда. Но кроме вакансий, на ярмарке представлены и учебные места. Предложения для абитуриентов подготовили десятки ведущих вузов Москвы и Подмосковья. Мы готовы предложить абитуриентам направление подготовки бакалавриата, магистратуры, а также аспирантуру. В основном здесь школьники, конечно, и мы приглашаем всех в бакалавриат на направление подготовки физической культуры, адаптивной физической культуры, спорт, менеджмент и психолого-педагогическое образование. А вот у Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха есть предложения и по обучению, и по трудоустройству. Предприятия ищут научных сотрудников, инженеров, конструкторов, заведующих лабораториями, агрохимиков и генетиков. И у нас со своей стороны достаточно есть очень такая сильная линейка по подготовке и тех же самых учащихся старшей школы. И мы в этом плане работаем со школами как раз нашего городского округа. И ребята занимают очень хорошие, достойные, собственно, места на всероссийских и региональных олимпиадах и конкурсах научных. Ну а в последующем, безусловно, с нашей стороны мы предоставляем для ребят возможность именно поступления в подцелевого поступления ведущие вузы страны. Для того, чтобы студентам было проще трудоустроиться, работодателям найти перспективных молодых сотрудников в рамках первого карьерного форума состоялись подписания соглашения о сотрудничестве между главой городского округа Люберцы и руководителями вузов. Площадка, которая собрала огромное количество наших потенциальных профессиональных специалистов в будущем, конечно же, тех, которые выберут свою профессию. Ребята, будьте смелыми, дерзайте, учитесь, набирайтесь опыта и, конечно же, применяйте свои знания и на территории нашего городского округа, и на территории соседних городов Московской области, и, конечно же, в Москве. Самое главное, чтобы вы стали хорошими людьми, специалистами с большой буквы. Еще одним знаковым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Центром занятости населения Московской области и общественной организацией российские студенческие отряды. Мы планируем трудоустройство несовершеннолетних на предприятиях Московской области. Ведь сегодня те лица, которые у нас еще не достигли возраста 18 лет, это, в принципе, будущий кадровый резерв любого предприятия. И работа с ними – это работа на стратегию, работа на перспективу, а для молодежи – это возможность попробовать свои силы. Это молодежно-общероссийско-общественная организация, которая объединяет в себе почти 300 тысяч молодых ребят по всей стране. В Подмосковье отделение было открыто при поддержке Андрея Юрьевича Воробьева три года назад. Активно развивается. 3,5 тысячи студентов ходят в движение. Подобный форум состоялся на территории Московской области в первый, но не в последний раз. Собирать на одной площадке несколько заинтересованных друг в друге сторон будут ежегодно. Экскурсанты застали один из самых интересных и ответственных этапов работы. На телевидении выход программы новости в прямой эфир. Но пока хромагей занят, ребят повели в другие отделы редакции, в том числе в студию звукозаписи. Последние минуты приготовления перед установкой нового рекорда. После начитки текста школьники посетили монтажное место, где соединяются озвучка и видеоматериал. Пока юные гости смотрели, как рождается новостной сюжет, из студии вернулся ведущий. Меня зовут Андрей, да, можно просто Андрей. Если есть какие-то вопросы... Как вам работать здесь? Где вы еще работаете? Рассказывайте новости. На самом деле, если умеешь читать, если знаешь логику чтения, что в школе не преподают, к сожалению, то, в общем-то, все элементарно просто. Андрей Лобанов предложил перейти от слов к делу и пригласил детей в студию. Здесь ребята увидели принцип работы суфлера, а самые смелые встали на место ведущего. Здравствуйте, меня зовут Яна Рыбина, а теперь о всех событиях подробнее. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Мне очень понравилось быть здесь. Я узнала, как работает суфлер, как вообще руководят, и каково это самому читать суфлера и сниматься на камеру. Это было немного волнительно, но после второго раза все получилось довольно хорошо. Я узнал, что такое суфлер, я узнал, что такое хромакей, я узнал, как работает суфлер, я узнал, что заикаться тут нельзя. На мой взгляд, это самая интересная функция ведущего. После такой увлекательной и познавательной экскурсии некоторые гости задумались над тем, чтобы связать будущую профессию с телевидением. А сотрудники ЛРТ, в свою очередь, пообещали и впредь делиться с ними опытом. Луиза и Геозырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Московской области активно развивается тепличное хозяйство. Всего в нескольких километрах от столицы выращивают различные виды растений, фруктовых и декоративных деревьев, а также рассады цветов и овощей. Одним словом, все, чем можно украсить городские клумбы, дачи, огород или офисные помещения. Об одной из таких компаний, которая делает жизнь вокруг нас ярче и красивее, мои коллеги подготовили сюжет. Покупая комнатные растения, вряд ли мы задумываемся над тем, какой длинный путь они прошли перед тем, как радовать глаз своей красотой и необычностью. Но за каждым цветком стоит тщательный, кропотливый труд. В этом помещении более 150 тысяч черенков. Через 3-4 месяца они станут настоящим произведением природного искусства. Для этого созданы специальные условия. Условия очень особенные, как для детей. Первый этап – это очень теплые теплицы и очень влажные. Там большая влажность до 80% и температура 23-24 градуса. Это в то время, когда черенок укореняется. А здесь, где уже детки наши подросшие, 20 градусов, 18 обычная температура. Ну и влажность тоже процентов 50. Мы готовимся сейчас к сезону озеленения. Основная культура в этом направлении – это петудия. Вот, могу показать вам уже готовую кассетку. Цветочная компания «Харченко» занимается выращиванием и продажей цветочных культур 20 лет. За год из этих теплиц выходит более 25 миллионов растений. Производственные участки площадью в 10 гектаров оснащены высокотехнологичным оборудованием и современной техникой. Ассортимент цветочной компании насчитывает более 5000 наименований растений закрытого и открытого грунта. Предприятие в основном работает на оптовых клиентов, но и розничным покупателям здесь всегда рады. Активно очень сейчас продажа идет «Пуансеттия». Считается, что она приносит радость в дом, новогоднее настроение. Для удобства розничной продажи у нас несколько точек. Это Островцы, Бояркино, Некрасовка и Белая дача. Приехать, пощупать, посмотреть, оценить растения вживую. И у нас также огромный выбор, как вы видите, и зимой, и летом. Поэтому ждем всех в гости. Ознакомиться с ассортиментом компании и приобрести продукцию можно как при личном посещении садовых центров, так и в интернет-магазине. 1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2022 год. Почему налогоплательщикам, которые не успели выполнить свои обязательства, стоит поторопиться, узнаем в следующем сюжете. Подведены итоги очередной кампании по уплате имущественных налогов. Результаты неутешительные. Далеко не все владельцы недвижимости, земельных участков или транспортных средств выполнили в срок свои обязательства. С 1 января этого года по отношению к должникам изменились меры взыскания. С 1 января 2023 года введен институт единого налогового счета. И на сегодняшний день под задолженностью понимается понятие отрицательного сальдо ЕНС. При наличии отрицательного сальдо ЕНС налогоплательщику от налогового органа будет направлено требование об имеющейся задолженности с указанием суммы и срока уплаты. После чего данное заявление о внесении приказа по имеющейся задолженности будет направлено в судебные органы. После того, как судебный акт вступит в силу, денежные средства будут автоматически списывать со счетов недобросовестных налогоплательщиков. А тем, кто решил добровольно оплатить налоги после 1 декабря, нужно быть готовым к дополнительному платежу в виде уплаты начисленных пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки, исходя из формулы. То есть сумма задолженности умножена на ставку центрального банка на 1,03 и на количество просроченных денег. Тем быстрее оплатят налогоплательщики свою задолженность, тем меньше им придется оплачивать сумму задолженности. Информацию о задолженности или отрицателям сальдо НС налогоплательщики могут уточнить в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы, на портале Госуслуги, а также в МФЦ. В Люберцах этой зимой продолжился проект «Новогодний автобус». Для детей организовали интересные праздничные экскурсии с анимационной программой. Как проходят путешествия узнали мои коллеги. Впервые новогодний автобус в Люберцах запустили в 2022 году. Дети были в восторге от новогодних путешествий, поэтому этой зимой принято решение продолжить проект и увеличить количество автобусов до двух. И мы отправляемся в нашем прекрасном, очень красивом новогоднем автобусе. И мы едем увидеться с Дедом Морозом со снегурочкой. Внутри встречают сказочные герои. Они проводят развлекательный интерактив во время путешествия. В анимационной программе загадки, игры и песни с новогодней тематикой. Тут веселые игры, тут не скучно. И есть что развлекаться, а не просто сидеть. Я очень жду Новый год и мне очень нравится этот автобус. Мне очень интересно с нашими сказочными героями. И у меня появляется новогоднее настроение. Все путешествие на автобусе длится около 30 минут, но на этом программа не заканчивается. Конечные остановки – это центральные парки городского округа Люберцы, где у маленьких путешественников запланирована встреча с Дедом Морозом и снегурочкой. Они подготовили для ребят сладкие подарки и зажигательные танцы. Сначала все мы вас! Сегодня волшебное утро. Сегодня начали ходить наши новогодние автобусы. Детишек пришлось поднять всех, проснуть пораньше. Мы чудесно прокатились на новогоднем автобусе. Было очень весело, были загадки. Детишки их разгадывали, потом мы водили хоровод и детишки получают подарки. В рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» новогодние маршруты продлятся до 24 декабря. 92 рейса, а также свыше 2000 детей примут участие в праздничных путешествиях. Дополнительно запланировано 8 рейсов по выходным для всех желающих в 10.00 и в 12.00. Записаться можно по номеру телефона музейно-выставочного комплекса 8-977-358-1533, 8-495-554-4305 или по электронной почте. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. «Покорми птиц зимой» – традиционный проект. В этом году он начался в парке сказок в поселке Томилино. Больше подробностей у Анастасии Кладиновой. Вы большие молодцы. Уже видим, какие кормушки сделали сами. Вам большое спасибо, что в этом участвуете. Очень отрадно, что мы ежегодно эту акцию стартуем именно в городском округе Люберцы. И все люберчане поддерживают эту добрую акцию. Областная экологическая акция «Покорми птиц зимой» стартовала в 2018 году. Одна из главных миссий этого проекта – принести новые кормушки. Семья Станкевич приняла участие в помощи крылатым зимовщикам. Они принесли дом, который папа и дочь сделали своими руками. Дочка пришла со школы с заданием от учительницы. Хотела участвовать в этой прекрасной акции – накормить птиц. Вот и как бы дочка попросила, вместе начали делать вот этот прекрасный домик. Почаще бы таких праздников, чтобы дети выходили из дома, они сидели в телефоне, в интернете. Лучше на чистом воздухе. Все могли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению кормушек, угоститься горячим чаем и посмотреть анимационную программу. К Люберчанам на праздники присоединился и глава городского округа Владимир Волков. Вместе с ними он установил кормушку на центральной площади парка. Зимой птицы улетают на юг, правильно? Но есть те пернатые, которые остаются зимовать у нас в наших условиях холодных зимой. И, конечно, о них нужно стараться заботиться и им помогать. Для этого мы с вами, с детьми, взрослые, проводим эту акцию для того, чтобы развесить дополнительное количество кормушек, которые вы сами делали. В этом году впервые установили специализированные кормушки. Туда уже засыпан сбалансированный корм для белок и птиц, который абсолютно безопасен для их здоровья. В ближайшее время такие автоматы установят во всех парках округа. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел межрегиональный турнир по единоборствам в честь Дня Героев Отечества. В формате телемоста в соревнованиях объединили 15 городов России. На масштабном спортивном мероприятии работал наш корреспондент. Впервые разные спортивные федерации городов России встретились в прямом эфире для участия в межрегиональном турнире по единоборствам. Соревнования прошли по олимпийским видам спорта – тэквондо, бокс, греко-римской вольной борьбе, а также по рукопашному бою, кикбоксингу, панкратиону и самбо. Участие принимали спортсмены двух возрастных категорий – от 8 до 17 лет и от 18 до 21 года. Это значимое мероприятие, которое мы хотели сделать специально в честь Дня Героев Отечества. Была задача сплотить все организации, все федерации, чтобы это уникальность на самом деле, когда числитель у всех разный, так как разное правление в разных федерациях, а знаменатель один, а знаменатель общий – это отдать памяти действующим и, соответственно, живым нашим воинам, которые сейчас выполняют свой воинский долг. В Люберцах проходил турнир по рукопашному бою. Каждый спарринг длился не больше трех минут. Свыше трехсот участников соревновались на площадке Дворца спорта «Триумф». Станислав Капсамун представлял клуб «Котельники». В первую очередь воспитывают патриотов своей страны вот именно на этом турнире. Такой турнир впервые, когда Героев России призвали, показали такой ролик и довольно-таки гордость за свою Родину чувствовал. На масштабном спортивном мероприятии важной стала встреча с Героями Отечества настоящего времени, которые посетили турнир. Спортсмены могли лично задать вопросы военнослужащим. Кроме того, получили возможность написать письмо и отправить его вместе с посылками по окончании соревнований. Я считаю, что любовь к Родине и вообще патриотическое воспитание наших детей надо начинать с самого раннего возраста. У меня, к слову, две дочки, одной семь, другой четыре. И вот Любу я всегда с собой на все мероприятия беру, потому что знаю, когда она смотрит, видит все и понимает вообще, что происходит сейчас в данный момент в стране у нас, то у нее в голове это быстрее откладывается. И она понимает, что все это не напрасно. Всего участие приняли больше четырех тысяч борцов. Межрегиональный турнир по единоборствам организован спортивно-патриотическим клубом «Яропол» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства физической культуры и спорта Московской области. Такие соревнования, приуроченные ко Дню Героев Отечества, планируют сделать ежегодными. В мае следующего года люберецкий силач Сергей Агаджанян бросит новый вызов. Он попытается удержать установку в виде автомобиля «Москвич». Готовиться к серьезному испытанию спортсмен начал уже сейчас. И даже в рамках подготовки установил еще один неофициальный рекорд. Чем на этот раз удивит силач, узнаем в сюжете. Последние минуты приготовления перед установкой нового рекорда. Сергею Агаджаняну предстоит удержать на плечах в тренажере Смита штангу весом 210 килограммов. И при этом надуть до разрыва медицинские грелки. В истории спорта и силовых номеров подобное никто не делал. Сложность его в том, что совмещены в этом рекорде, комбинированные рекорды, несовместимые для физиологии человека вещи. Это удержание тяжести на диафрагме, по сути, и надувание медицинских грелок. Хотел бы отметить, что когда человек будет держать любого телосложения что-то на плечах, естественно, диафрагма так или иначе будет немножко прижиматься вниз. Это первый рекорд, но неофициальный рекорд мира по удержанию тяжести. Разработан с участием профессионалов. Идея принадлежит моему тренеру. Чтобы подготовить организм к такой гипернагрузке, Сергею понадобилось больше двух месяцев. И вот момент «Х» настал. Поднять тяжесть удалось сразу, но первая грелка оказалась дырявой. Пришлось делать все по новой. Двухсот-килограммовую штангу Люберецкий силач удерживал 55 секунд. И за это время он надул до разрыва две медицинские грелки. Но спортсмен не привык оставлять реквизит целым. Немного отдышавшись, он уничтожил остальные шесть. И это еще не все. После такого сложного трюка у Сергея остались силы на то, чтобы скрутить в трубочку алюминиевую миску. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Секрет победы – ежедневные тренировки. Люберецкие спортсмены стали чемпионами на международном турнире по тэквондо, который прошел в Ташкенте. С победителем соревнований и тренером на домашней тренировке пообщался наш корреспондент. Тэквондо – это широкое применение ударов ногами и руками. Спортсмены отрабатывают технику упражнений многочасовыми тренировками, чтобы довести удары до нужной точности и силы. В обучении будущим чемпионам помогают профессиональные тренеры. Все это делается для того, чтобы выйти на соревновательную площадку и всего лишь несколько минут бороться за победу. Усердно тренироваться, работать – это должна работать синергия родителей, спортсмен и тренер. Если этот треугольник работает успешно, то, соответственно, результаты получаются хорошие. Если у нас свободный график, то 7 раз в неделю. Если мы готовимся к соревнованиям, то до 12-13 тренировок доходит неделю. То есть одна утром, одна вечером. Александра Щедринская занимается тэквондо с 5 лет. Сейчас она мастер спорта, состоит в сборной России по тэквондо и тренер. В ноябре этого года приняла участие в международных соревнованиях в Ташкенте, где заняла первое место и стала чемпионкой в категории «Спарринг до 50 килограммов». Ну, как и на всех соревнованиях, всегда стресс присутствует. Всегда есть переживание, что чего-то может быть не получится. Может, где-то что-то пойдет не так. Но мы все с этим справились. У всех более-менее неплохие результаты. Соревнования интересные, соперники непростые. Очень много спортсменов с разных стран. Это необычно. Еще одна воспитанница Центра спортивной подготовки завоевала титул чемпиона в международных соревнованиях. Александра Журова занимается тэквондо с 7 лет. В спортивном зале проводит больше 10 часов в неделю. В 15 лет вошла в сборную России по тэквондо. По спаррингу у меня было три боя. Всех выиграла. Ну, добралась до финала и тоже выиграла. Я переживала сильно. Но только до того, как вышел он до Янг. Когда уже начался спарринг, я думала только о боях, о тактике, о том, как выиграть и победить эти соревнования. Я горжусь, что я получила вот эту медальку. Горжусь, что получилось выполнить установки тренера. И была не зря проделана такая работа. Соревновательный сезон воспитанников клуба «Торнадо» 2023 года завершен. Теперь спортсмены готовятся к международным турнирам и первенствам России в следующем году. В Дворце спорта «Триумф» стартовало первенство городского округа Люберцы по мини-футболу. В течение трех месяцев лучшие мужские команды будут сражаться за призовые места и титул чемпиона. Как прошли первые матчи, расскажет Богдан Колесников. Это первый турнир такого формата. Его открыл матч между футбольным клубом «Красково» и юношеской сборной Московской области. Вторая команда особенная. Игроки с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Хорошие ребята мы собираем со всей области, со всех городов. Московской области и даже с других городов приезжают к нам. И близлежащий Рязань, Владимир. Мы стараемся искать талантливых спортсменов по спорту глухих. На протяжении всей игры команда «Красково» имела преимущество. Матч завершился со счетом 7-0. Виктор Сагин, играющий в защите, принес своему клубу три очка. Мини-футбол я играл в своей жизни, наверное, пятый раз. И на самом деле очень тяжело. Задышал, когда во второй сменке вышел в первом тайме. Я на самом деле уже выходить-то больше не хотел. Но тяжело дышать, непонятно перемещение. Вот это все нестандартно, как с футболом, как с забеганием. Все насыщены, наверное, от той команды. Команда звезд Люберецких. Хочется с ними сыграть, посмотреть. Говорят, хороший коллектив. Вон у них даже есть легионеры, которые, наверное, усиляют их. Во второй игре встретились футбольный клуб «Люберцы» и «Тамилинский альянс». Люберчане создали много опасных моментов у ворот соперника. Уже в первом тайме легионер Искот-де-Вуара Мишель Йотио-Боги забил два гола. У нас все хорошо, мы готовы поздравить в город «Люберцы». Но у нас всегда готовы все. У нас соперники всегда готовы победить. И люберецкая команда доказала, она сильнее. С результатом 5-0 Альянс уступил футбольному клубу «Люберцы». Турнир проходит по круговой системе. С декабря по февраль. А уже когда определятся лидеры общего зачета, то мы проводим плей-офф за звание победителя первенства городского клуба «Люберцы» по мини-футболу. Этот турнир дал старт зимнему футбольному сезону. 23 декабря начнется очередная серия игр открытого первенства городского округа «Люберцы» среди детско-юношеских команд. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Эфир телеканала ЛРТ уже вещает в своем аккаунте во ВКонтакте. Мы стали еще доступнее. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, если еще не сделали этого. А выпуск на этом завершен. Еще больше подробностей можете искать на нашем сайте lrt.tv или все там же в социальных сетях. До свидания.